Добрый время суток, друзья! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта Макевара.ру Довольно частый вопрос, который задают мне те, кто собирается приобрести Макевару Камертон, это такой, а какую лучше Макевару приобрести? На которой стоит ученический баёк? Или лучше мастерский сразу? Говорят, вот я уже занимаюсь на Макеваре очень недавно, у меня опыт, стаж 20 лет, я 20 лет работал на Макеваре, и, собственно говоря, считаю, что, наверное, мне мастерский баёк нужен. А вот ученический, это же для учеников, так вот, что я хочу сказать по этому поводу. Ученический и мастерский баёк – это только название, только название. Ученический – это не значит, что он предназначен для работы учеников, которые только-только начали, хотя, конечно, тем, которые только начали работать на макеваре комартом, я рекомендую только ученический баёк, и никакой с другой. Разница в баёках та, что ученический баёк имеет толщину 2,5 см, он гораздо более гибкий, то есть упругий, но коэффициент жёсткости у него всё-таки достаточно высок. Мастерский баёк толщиной 3 см, он жёстче, значительно жёстче. В цифрах приводить я это не буду, скажу, что он жёстче примерно процентов на 30, вот где-то так. Но упругость его несколько ниже, и жёсткость его выше. Сопротивляемость тоже намного выше, скажем так, удар. Согнуть его намного труднее. И в чём же, собственно говоря, разница? Ну, давайте с того начнём, что те, кто только начинает работать на макеваре вообще, почему нужен технический баёк. При работе на макеваре, когда вы только начали готовиться и делаете подводящие техники, такие как нажимы, продавливания, мастерский баёк согнуть до отбойника, в принципе, для новичка, сколько бы он даже не весил, там 100 кг или даже 200, практически невозможно, если делать упражнение правильно. Поэтому мастерский баёк уже не подходит. И вообще, все подводящие упражнения на любом уровне подготовки лучше делать с ученическим баком. Это проверено годами. Что касается набивочной техники, здесь разницы как таковой нет. Если мы занимаемся набивкой поверхностной, то что на мастерском, что на ученическом, разницы не будет никакой, потому что мы баёк не прогибаем до отбойника, мы его не сбиваем туда, и поэтому, собственно говоря, весь удар он как бы на поверхности. Единственный момент, это если мы занимаемся поверхностной набивкой, если мы занимаемся глубокой набивкой, то есть уже структурами кисти глубокими, такими как кости, запястье, пясти, нам уже баёк отгибать приходится намного глубже. Пусть мы его не добиваем до отбойника, но сбивать его надо глубоко. Так вот, ученический баёк позволяет отогнуть баёк намного дальше при меньшей силе удара самого. Это важно, потому что, сами понимаете, надо готовить структуры постепенно. Если мы будем отгибать баёк на сантиметр, то мы на глубину на такой же сантиметр прорабатываем кулак. Чтобы отогнуть мастерский баёк на сантиметр, нужно приложить усилий намного больше. Значит, удар должен быть намного сильнее. Значит, и воздействие на структуру кулака будет намного сильнее. Если кулак к этому ещё не готов, то это будет не работа по закалке конечностей, а это будет работа на аутотравматизм. И будут большие проблемы. Что касается постановочной техники, здесь очевидно всё совершенно. Если баёк мастерский, пробивать его труднее. Значит, соответственно, если опыта работы на макеваре коммертонного типа нет, то никакие техники получаться правильно не будут. Конечно, человек может сильно раскорячиться и добить какими-то там ударами. Собоёк в отбойник 10 раз, даже 20, но опять же говорю, за счёт ущерба, как правило, в технике. Потому что будет ему это делать, это трудно. Он будет делать как-то это по-своему. За техникой следить не будет, потому что он будет стараться выполнять так, как ему это будет удобно. Потому что ему же надо обязательно это сделать. И ущерб техники к тому приведёт, что тоже возникнет аутотравматизм. Скорее всего, в клечевом суставе, который будет подниматься, клечо задираться вверх. А в позвоночнике это наиболее частые вещи. Локтевой сустав лучше запястный. Ну, то есть те, которые участвуют в выстраивании всей конструкции ударного звена. Это вероятность 99%. Кученический боёк намного мягче. Соответственно, следить за техникой будет намного проще. И получаться будет всё намного лучше. Поэтому очень рекомендую. Что же касается техник, для тех, как техника прокрытой руки, это удары на отмышь и хлёстовой техники. Такие, как кокууто, такие, как хайто, хайшу, шуто, тэцуй. То есть те, которые по кругу идут. На мастерском бойке их пробить практически невозможно, если ставить технику постановочную. Для набивки, пожалуйста, для постановочной техники не годится. Потому что силу развить такую, чтобы добить боёк в отбойник, на расстоянии всего хода бойка, то есть 20 см или 15 см, если стоит специальный апгрейд, который делает это расстояние меньше, невозможно. То есть получится, что можно будет работать в технике только тычкового плана. Ски в основном. Технику учи выполнить уже будет нельзя. Это что касается новичков. Что касается мастеров, скажем так, кто уже на макеваре работает. Давно я работаю 20 лет на макеваре, на гибкой, на любой, у меня набитые руки и всё такое прочее. Всё равно рекомендую начинать с ученического бойка. И только с ученического. Для того, чтобы не потерять технику сопротивления бойка. Очень высоко, если вы работали на макеваре, не коммертонного типа, то есть не забивали боёк в отбойник, то и моменты концентрации, чтобы понять, нужно довольно долго поработать на макеваре такого типа. Потому что если на упруге макеваре человек заработал, он пробивал на какое-то расстояние, на 5-10 см, сгибал макевару, но контроля добива в отбойник не было. То это надо понять, как это работает, оценить дистанцию, понять, как это для всех ударов работает. Если боёк будет очень тяжело настроен, то контроля в технике, опять же, не будет. Будет низкая степень контроля. И, соответственно, правильной техникой получаться не будет. И технику хорошую можно испортить на макеваре. Не то, что лучше сделать, а сделать её хуже. Многие мастера, у меня приобретая макевары, мы приобретали макевары сразу с, в общем-то, бойками мастерскими. Ну, потому что это же престижно было. Они чувствовали, что они это смогут дать. И они действительно пробивали мастерский боёк, начинали там после каких-то тренировок. Но все до единого вернулись к работе с ученическим бойком. С ученическим. Так для чего же нужен мастерский бой? Да, и работают с ученическим бойком всё время. Лично я работаю на макеваре более 20 лет. Вот такого типа, такой конструкции. И всё равно я работаю на ученическом бойке. Потому что это позволяет наиболее качественно прорабатывать все техники. Все техники, которые надо. И учи техники, и цки техники. То есть все техники и бокса, и караты. Вот. Так для чего же мастерский боёк нужен? Мастерский боёк нужен для тренировки техники цки, как я сказал. То есть техники, когда вектор силы приёма совпадает с длинняком предплечья. Это техники такие, как малаш-цки или хук. Это перпот, но который мы бьём параллельно полу. То есть развернутым кулаком. Урт-цки, так называемые тату-цки. Чокут-цки. Ну, в боксе это джеб. Это панч. Кросс. Вот такие техники. На мастерском боёке их очень удобно прорабатывать, когда есть опыт большой работы с ученическим боёком. То есть тогда можно усиливать свои техники за счёт того, что вы поставите боёк мастерский. Но и ученический боёк имеет достаточно глубокую степень настроек. И поэтому на высоком уровне настройки, когда тяжело макиварностроение ученического боёка, хватает за глаза. Ведь суть не только в том, что надо боёк добить дрон от отбойника, боёк ещё и должен ударить в отбойник. Поэтому, когда вы прогрессируете, удар становится сильнее, вы просто будете забивать боёк в отбойник сильнее. Вот и всё. Никаких проблем не будет. Мастерский боёк обычно нужен тем, кто покупает макивары в спортивный зал для клубов. Когда там макивар стоит несколько штук. Когда несколько стоит макивар с ученическими бойками и стоит одна макивара с мастерским бойком. На ней отрабатывают технику ударов ногами. Для чего он ещё, кстати, нужен. И на нём отрабатывают технику самкиточковую. То есть, ударов кулаком или ладонью, но в варианте цки. Опять же, мастерский боёк хорош при установке макивары на улице, где планируется работать на этой макиваре ногами в обуви. Боёк более мощный, хотя и с ученическими бойками стоит макивара легко. На улице все пинают, ничего не случается. Так что, никаких совершенно проблем. Опять же, мастерский боёк ещё подходит тем людям, которые уже довольно долго проработали с ученическим, но они практикуют технику бокса, например. Или ММА, где в основном удары наносятся тычковые, удары кулаками. Тайский бокс, опять же, где идёт работа голенями очень много, удары локтями, удары кулаками. Если на макиваре с ученическим всё получается легко на самых высоких настройках, никаких проблем нет. Вот здесь уже можно переходить на мастерский боёк. Здесь он уже подойдёт. Но это, как правило, после двух-трёх лет работы с ученическим. Я же напомню вам ещё раз, что абсолютно все мастера, которые у меня приобрели макивар и камертон, и я сам, я работаю с ученическим бойком. На мастерском бойке я работаю только в спортивном зале, где среди массы макивара с ученическими у меня бойками стоит макивара с мастерским. На нём отрабатываются только некоторые техники. Если вы хотите прорабатывать и весь арсенал на одной макиваре, вам нужна макивара с ученическим бойком. Думаю, что я ответил на вопрос, это частый вопрос. Тренируйтесь и подписывайтесь на мои каналы на YouTube, которые посвящены работе на макиваре и постановке «Удары и закалки ударных поверхностей». А также на мои сайты www.budoblog.ru, www.budushin.ru, www.makivar.ru Всем пока!